Когда рядом стали строить дом, литейный 26, Петербург строй. А это литейный 24. Это 24 литейный. И пошли трещины. И признали дом негодным к проживанию в арене. Собирали много раз собрания. Тут были собрания. И даже Матвенко приезжал в школу. И стали расселять. Петербург строй обязали расселить. В 2008 году наша общая подошла по расселению. И нам предложили вариант. Мы сразу согласились. Назначен был уже нотариат. Документы все собраны. И кризис грянул. И нам отказали. Не хватило буквально недели. Отказали. Сказали денег нет. А кто отказал конкретно? Петербург строй. То есть Петербург строй должен был предоставить новое жилье. Да. К администрацию района обращались? В районе говорят, Петербург строй должен нас расселять. Потому что мы собственники. И мы не стоим в очереди в городской. А все остальные жильцы, почему их расселили после... Вот 2009... В мае этого года последняя выехала соседка у нас. Потому что они стояли все в очереди на квартиру. Им город... Они от города расселялись. Сначала падала штукатурка. Вот. Вот. Дранка была вся отдаленная. Видно было. Потом упала дранка. А потом стали доски падать. Упали доски кирпичи. Поварились. Вот. Мы готовы его расселить. Мы готовы предоставить квартиру ему. Но должны быть для этого основания. Основания такие, что должно быть в межрежуточной комиссии с администрацией акт составлен. Что да, действительно есть вот такое. На основании этого акта мы предоставим. Я в этот же день написала в администрацию, чтобы комиссия вышла, заявление. Вот это было 5 августа. Вот до сих пор ничего. Ответа пока нет. То есть, а причина это невозможность проживания, да, Нейра Боданова? Что вот есть такая вот, что да, рухнуло, потолок рухнул. Гроза для жизни непосредственно. Да, что нельзя, невозможно там в форме 9 там стоит, что дом непригоден для проживания. Прямо графа так вот написано так. Дом непригоден для проживания с 2009 года. Это все знают вот. А что вот рухнуло вот это вот. Тут уже действительно вообще. Должен быть акт. И на основании этого акта мы, говорит, дадим. Петербург строй говорит. Ну, а так просто мы не можем. Должен быть документ какой-то. Но вот пока с администрации ответа нет. С 20 лет на Северном флоте. Простите любого подводника, скажите, они меня знают. Фамилия моя. Капычев Валерий Николаевич. Это количество лет на крайнем севере. Такого безобразия там не было. Никогда. Да. Да. Вот это. Продолжение следует...